В прошлой серии мы остановились на том, что парни приступили к спасительной операции своего сенсея. Тут для Саски важно не просто бросить Сюрикен в Забузу, а бросить его таким образом, чтобы ниндзя Тумана подумал якобы Сюрикен летит в его клона. Именно поэтому Учиха бросает его по дуге. В противном случае водяной клон мог бы просто перехватить Сюрикен, дабы не осложнять работу для оригинала. Этот трюк удался, но Мечник по-прежнему не видит для себя никакой опасности. В конце концов, он и сам может перехватить Фума Сюрикен. И даже когда оказалось, что в тени первого скрывался второй Сюрикен, Забуза отделался легким успугом, успев уклониться. Его реакция не уступила даже четвертому Хокаге, что лишний раз доказывает, насколько он силен. Я думаю, не успей Мечник уклониться, то тут Сюрикен принял бы свою истинную форму и смог бы неслабо так ранить Забузу, после чего Какаши просто добил бы его. Но Наруто был готов к тому, что все окажется не так просто, и подтвердил свое прозвище самого неожиданного ниндзя номер один. Казалось бы, если уж Забуза от скрывающегося в тени Сюрикена смог уклониться в последний момент, то тут-то тем более. Однако, разница между этими двумя ситуациями в том, что в одном случае это была неожиданная атака, а в другом сверхнеожиданная. К тому же Кунай летит со спины, и Забуза просто не успел сориентироваться. В результате потерял контроль не только над водяной тюрьмой, но даже над водяным клоном, в которого успешно влетел Кунай. Кстати, оригинал Кунай тоже слегка задел, хотя это осталось за кадром. Или, быть может, он его не задел? Но тогда откуда царапина? Есть такая теория, согласно которой Наруто зацепил Забузу с помощью своей стихии ветра. Не, ну а что? Он вполне мог вложить чакру в Кунай неосознанно. Это ведь очень напряженный для него момент. Именно в таких ситуациях мозг и тело человека начинают работать на максимум. Это как убегать от собаки, думая, что у тебя нет шансов. Но когда понимаешь, что она может тебя сожрать, неожиданно выясняется, как быстро ты, оказывается, умеешь бегать. Вот и тут примерно то же самое. Всё или ничего. Либо Наруто освобождает с помощью этого Куная Какаши, либо Забуза всех убивает. Теперь, когда Какаши захвачен, мне ничего не помешает убить вас. Думаете, если вы носите эти повязки, то уже ниндзя? Вот что я вам скажу. Вы не ниндзя. Вы будущие трупы. Знаете, как говорят в моей деревне? Охрана. В моей деревне говорят. Ниндзя – это человек, у которого есть кишки. А ты это к чему? Потому что у вас их скоро не будет. Далее Какаши подмечает, что план, однако, получился очень хороший. Но откуда Наруто мог знать, что Саски владеет техникой теневого сюрикена? Неужели очередная проделка Какаши? Сенсей обучал ребят этой техники на тренировках? Или же ее проходит еще в академии? Понимая, что те же ходы второй раз не сработают, Забуза меняет тактику и начинает пытаться давить с помощью ниндзюцу. Должен сказать, выбор не самый удачный. При сражении с владельцем Шарингана очень важно не показывать свои печати. А ниндзя Тумана использует свои ниндзюцу в открытую, чем оказывает Какаши большую услугу. И хотя мечник знает об этом, все равно он не придумал ничего лучше, кроме как выбрать технику, у которой максимально большое количество печати. Я бы даже сказал, самое большое. Видимо, он решил, что уж с таким количеством Какаши точно не справится. Хотя, если так поразмыслить, скорее всего Забуза искусственным образом завысил количество печати в данном сражении. Ну сами подумайте, ни у одной и другой техники даже близко нет такого большого количества. Да и тот же Водяной Дракон будет неоднократно показан с меньшим количеством ручных печатей. Конечно, можно предположить, что это все из-за силы Шиноби. Мол, чем ты сильнее, тем меньше вспомогательных печати тебе требуется. Технику замены, к примеру, все вообще без печати применяют. А вот Сакура в бою с Заку их складывает, ибо слабая. Но вот в случае Забузы, сомневаюсь, что дело именно в недостатке сил. Взять, скажем, технику Водяного Водоворота, которую Забуза не успел применить. Она мощнее Дракона. А это означает, что этот Шиноби достаточно силен, чтобы не мучиться с таким количеством ручных печатей. Поэтому я и говорю, в данной ситуации Забуза намеренно складывает куда больше, чем нужно, чтобы запутать Какаши. Он еще не до конца понял, как работает Шаринган, и надеется, что это сработает. Но мы-то с вами знаем, Какаши не запутается, даже если придется сложить 100 печатей. А потому план Забузы не срабатывает. Вот насколько сильно влияет на исход боя наличие информации о своем противнике. После успешной психологической атаки со стороны Какаши, Забуза выходит из себя, и вопреки логике пытается использовать технику Водяного Водоворота. Мне сложно предположить, на что он рассчитывал, так как поступок действительно очень опрометчивый. К этому моменту Какаши уже полностью подчинил себе эту схватку. И все действия Забузы, на самом деле, это воля Какаши. Возможно, Мечник надеялся, что они вновь выполнят технику единовременно. Но на сей раз Забуза победит за счет лучшего контроля. В конце концов, он-то ее использует уже не в первый раз, а потому должен лучше понимать, как управлять Водоворотом. Но копирующий ниндзя продолжает держать противника в тонусе, не давая расслабиться ни на секунду. Используя Шаринган, он заставил поверить Мечника, что якобы читает мысли и видит будущее. На деле же Какаши просто копирует его движение и разум. Во время использования Водоворота, Сэнсэю нужно было как-то заставить его показать все печати, но при этом сделать так, чтобы техника не сработала. Для этого, используя Гинзюцу, он ввел Забузу в состояние гипноза, из-за чего последнюю печать руки Мечника не показали. Однако ее выдал разум Забузы. Ну а дальше Какаши просто подставил нужную печать, тем самым опередил и одновременно ошарашил своего противника. Какаши намеревается убить ниндзя-отступника. Как вдруг! Его прерывает молодой парень в маске, притворяясь Ойнином. Учитывая, что эти трое одногодки, немного забавно, что Какаши сравнил парня не со всеми учениками, а конкретно с Наруто. Думаю, это связано с тем, что блондин только что отличился, а потому его имя Сэнсэю пришло в голову первым. Представляете, как странно могло смотреться, если бы Какаши сравнил возраст предполагаемого Ойнина с возрастом Сакуры. Наруто тоже обратил внимание на молодой возраст ниндзя, из-за чего испытал неконтролируемое чувство бесполезности. Они тут с Какаши Сэнсэем и Саски такие многоходовочки проворачивают, а этот парень тупо взял и убил здоровяка за секунду. Хотя, если отключить эмоции, то все это полная фигня. Ну что сложного добить того, кто и так уже побежден. Да при желании даже Сакура могла справиться. Но в глазах Наруто все выглядит немного иначе. Он видит тут только конечный результат, не учитывая всех деталей. К слову сказать, Саски тоже напрягся, Но с ним это произошло скорее от слов Какаши, а не данной ситуации. Присмотритесь, пожалуйста, к этой сцене. Как думаете, на что здесь стоит обратить внимание? Правильный ответ – техника телесного мерцания. Она позволяет быстро перемещаться на небольшие расстояния. При этом в момент движения пользователь становится невидим, прикрываясь эффектом, который можно брать как из окружающей среды, так и создавать самостоятельно. В случае этого парня в качестве эффекта послужил ветерок. Полезная техника, я вам скажу. Многие ей владеют, но вот используют в реальном бою крайне редко. А зря. Будь я на месте и руки, то не только заставил бы всех студентов выучить ее, но и объяснил, как правильно применять. К примеру, этот момент. Выучи Хинато технику телесного мерцания, могла бы просто унести Наруто Куна с поля боя, а не прикрывать собой. Ведь как мы видим в этой сцене, технику можно использовать не только на себе. С ее помощью можно помогать уклоняться своим товарищам. Поэтому я и обратил внимание на этот момент. Ну или давайте взглянем на более близкие события, на которые обзор уже не с горами. Тут парни находятся в ловушке зеркал. И стоит всего одному из них научиться выполнять эту технику, то выйти из-за подни было бы куда проще. Думаю, техника телесного мерцания более практичная, чем может показаться на первый взгляд. Самое страшное позади. Все наконец направляются в дом Тазуна, где можно как следует отдохнуть и набраться сил. Но вдруг... Какаши падает без сил. Что происходит, ребята не понимают. Некоторые зрители начинают подозревать, что это какой-то прощальный подарок от врага. На деле же оказывается, во всем виноват Шаринган. Уж слишком долго он был активен. И теперь Какаши не сможет нормально двигаться в течение недели. Да, Какаши из второго сезона, наверное, смешно вспоминать, каким он был слабым. В свою очередь Сакура решила проявить любознательность и спросила про того парня в маске. В аниме, кстати, у нее есть филерная реплика, где она ранее поверхностно описывает, кто такие Ойнины. В манге же и этого нет. То есть она вообще не знает, кто такие Ойнины. Из-за чего вытекает два вопроса. Первый. Так ли умна и начитана Сакура, какой мы привыкли ее считать? И второй. Почему такое не изучают в Академии? Сначала, в шестой серии, Какаши объяснял, кто такие Каги, рассказывал про скрытые деревни и в целом, как устроен мир Шиноби. Теперь вот подробно объясняет роль Ойнинов. Неужели, по мнению педагогов, в Академии такое преподавать не обязательно? У меня, конечно, есть небольшое объяснение. Смотрите, так как генинами становятся лишь 33% выпускников, то учат там только самому главному — быть сильным. А остальные знания уже для тех, кто оправдал ожидания. Вот такое вот у меня объяснение. Ну да ладно. Какаши подробно поясняет, что Айнины нужны для выслеживания и последующего уничтожения ниндзя-отступников. Причем каждая деревня занимается только своими предателями. Это нужно не сколько для ликвидации преступников, сколько для сохранения тайн. По телу ниндзя можно многое узнать. И о деревне, и про ее техники. А как сильно информация помогает в бою, мы с вами уже знаем. И вновь переносимся к Забузе, который... Да быть не может. Оказывается, живой. А этот парень вовсе не Айнин Тумана, а его подельник, наблюдавший за битвой из безопасного расстояния. Он анализировал способности врага, а заодно страховал Забузу на случай, если что-то пойдет не так. Псевдо Айнина зовут Хаку. Ну, как псевдо? В прошлом он действительно им был. Отсюда и маска, и соответствующий инструмент для разделывания тел. Мечник просит его скорее уже снять эту штуку с лица. На что Хаку отвечает. Понимаете, да? Он не очень-то в восторге от того, что они покинули деревню. А потому маска тут служит приятным триггером ностальгии. Ну, а что же до самого Забузы? Он, как и Какаши, будет восстанавливаться около недели. Удачно совпало, да? Немного отдохнув, Какаши понял, что Забузу не убили, а спасли. Хаку погрузил этого парня в кратковременную кому. Тогда Какаши не заподозрил ничего странного. И, похоже, в этом ему помог Наруто. Он неосознанно оказал Хаку большую услугу своими эмоциями. Ведь именно это отвлекло Какаши. И если в первой версии происходящего Наруто переоценил Хаку, то вот теперь, когда он знает, что бывший Оинин сделал на самом деле, можно было бы и восхититься. Как-никак он спас своего напарника. При этом заставил думать окружающих, что якобы убил. Это не так-то просто и даже рискованно. Перед этой сценой, кстати, есть момент, которого почему-то нет в аниме. Пока Какаши спал, маленькие хулиганы хотели посмотреть, что там у него под маской. Ну а тот, как настоящий шиноби, а по совместительству человек, который не хочет показывать никому свое лицо, мгновенно просыпается. И это еще одно доказательство моей теории, что вся 101 серия Сон Какаши. Если не понимаете, что за бред я несу, то, вероятно, вы просто еще не смотрели мой обзор на 101 серию. Посмотрите потом обязательно. Не забудьте. В кадре появляется новый персонаж. Звать Инари. Тут сразу сталкиваются два противоположных взгляда. С одной стороны парень, который не верит в существование героев. С другой, тот, кто не просто верит, а знает, что они есть. Более того, блондин сам собирается стать героем. И хотя по данным этой серии нам пока мало что известно про Инари, уже сейчас видно, что он сам не верит в свои слова. Его поведение скорее расценивается как провокация, как вызов для ниндзя. Мол, давайте, докажите мне, что герои все-таки существуют. И как ни странно, они это делают. Какаши принимает решение тренировать, ребят. Тут, правда, тоже не обошлось без скепсиса. Сакура не понимает, а нафига им все это? Забуз уже сильный. Как какие-то тренировки могут помочь с ним справиться? Думает Кунаич. И что бы там Какаши ни говорил, сомнения в ней не угасали. Видимо, поэтому она уделяла тренировкам куда меньше времени, чем остальные двое. Теперь, когда мы выяснили, что Забуза жив, вынужден констатировать неприятнейший факт. При нашем нынешнем уровне мы все умрем. Да, именно так. Если мы немедленно не станем сильнее, то нас просто убьют. Я понимаю, что слушать это неприятно, но, увы, это так. Мы погибнем, если... Сенсей! Хорош пугать! Делать-то что? Я уверен. Вы знаете, что делать. Перед началом упражнения нам разъясняют, что чакра состоит из духовной и физической энергии. И что чем лучше ее контроль, тем более эффективными будут и техники. А вот если контроль слабый, то даже сумев высвободить большое количество энергии, техника будет выполнена. Горяво! Также Какаши упоминает, что у чакр существует несколько разновидностей. Они связаны со стихиями земли, молнии, воды, ветра и огня. И если говорить об этой троице, то Саски одну из этих стихий уже активно применяет. В данном случае, задача ребят залезть на дерево, концентрируя чакру в ногах. Это нужно не сколько для приобретения данного навыка, сколько для того, чтобы научиться концентрировать чакру в определенной точке и уметь ее контролировать. В бою это полезно, даже если шиноби вообще не знают ни одной техники. Концентрируя чакру в ногах, можно резко отпрыгнуть, ускориться или наоборот, прилипнуть к поверхности в случае необходимости. Ну и после всех разъяснений, команда приступает к делу. Выясняется, что на старте силы Наруто и Саски отличаются не сильно, а вот Саакура сразу вырывается вперед. Тем не менее, если смотреть на ситуацию схематично, то в конечном итоге Саакура заняла последнее место, ведь в отличие от парней, она быстро сдалась, так и не достигнув керхушке дерева. Почему так произошло? Тут все очень просто. Хоть ее контроль чакры и лучше, чем у других, времени тренировкам она посвящает очень мало. Из-за этого выносливости надолго не хватает. Это такой замкнутый круг. Она первая выдыхается, потому что быстро кончается чакра. А чакра так быстро у нее кончается. Именно потому, что она мало тренируется. С другой стороны, есть Наруто, который не только много тренируется, но и по факту рождение имеет больший запас сил, чем другие. Но как раз из-за этого буста ему тяжелее контролировать чакру, а потому на старте он отстает. Из интересных моментов тут могу еще отметить ситуацию, когда сенсей начал хвалить Сакуру и дразнить парней. В эту секунду Кунейчи настолько испугалась показаться лучше Саски, что чуть не сказала «да ты баю», слово, помогающее выражать эмоции. Забуза вновь в своем логове. Агата вновь капает ему на мозги. Может, Мечнику и стыдно за свое поражение, но виду не показывает. Ему тут пришло спонтанное решение убить своего заказчика. На самом деле, они планировали расправиться с ним сразу после получения денег за смерть Тазуна. Но так как все пошло не по плану, то Забуза подумал, а может, ну его нафиг эту борьбу с Шаринганом. Деньги можно заработать и в другой раз. Однако Хаку оказался другого мнения. Тут паренек убивает сразу двух зайцев одним кунаем. Во-первых, отомстил Гата за хамство в адрес его драгоценного Забуза-сана. Да так отомстил, что аж руку сломал. А во-вторых, он спас мафиози жизнь. Да, у Хаку есть свое мнение. Хотя казалось бы, ты вроде просто инструмент и должен всегда следовать воле Мечника. А вот нет. Хаку работает немного по другой формуле. Он делает все ради Забузы, даже если это против его воли. Но все-таки, зачем они планируют убить Гату? Детали нам не раскрывают, но как минимум Гата слишком много знает. Думаю, через своих людей он без труда мог бы продать информацию об этих двоих каким-нибудь ойнинам деревни Тумана. Информация – страшнейшее оружие. Просто отказаться от задания и переждать не получится. Аванс давно получили. А строитель вот уже второй раз как жив. Разумеется, если Гата не убить, то он потребует деньги назад. К тому же, эта хижина, она точно принадлежит Забузе? Или ее все-таки предоставил лидер мафии? Скорее всего, ниндзя-отступники тут на птичьих правах. А потому вот так просто расторгнуть договор без последствий не получится. Сопоставив все эти факты, Хаку решил, что убивать мафиози прямо сейчас не самая лучшая идея. Забуза не в том состоянии, чтобы убегать от преследователей, а уж тем более сражаться. Ему нужен постельный режим. А Гату, какая-никакая, но все же крыша. Если собираетесь смотреть продолжение, то обязательно подпишитесь. А если хотите поддержать канал рублем, то переходите по ссылке в описании. С вами был Тоха. Увидимся в других видео.